Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия 1. Лондон, индейка, туманы, крепкий сон. Как вы думаете, друзья, что между ними общего? Подсказываю. Это тема нашей сегодняшней программы. А вот как они взаимосвязаны, узнаем после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4-9, в горах местами до минус 14. Днём 0-5, местами до плюс 10. Ночью и утром на дорогах местами голорица. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6-8, днём 3-5 градусов тепла. Все мы хотим жить долго, оставаясь при этом молодыми, красивыми и здоровыми. А что для этого надо? Спросите вы. Думаю, ответ знает каждый из нас. Самое главное – правильное питание. Поэтому отправляемся на мастер-класс по приготовлению вкусной и здоровой пищи. А заодно узнаем, есть ли в Лондоне туманы и почему там стоит заказывать только одно блюдо. Друзья, мы находимся в ауле Атиль Халк, в гостях Ольги Бойко. И сегодня мы будем готовить очень вкусный салат, как уверяет нас хозяйка. Это салат из индейки, с овощами, с зеленью. Оля, почему такой выбор? Я приверженец правильного питания, и оно должно быть сытное и полезное. Это в Карачае-Черкесии вы, значит, родились и правильное питание сразу полюбили, да? Нет. Пока ты молодой и тебе до 20 лет, ты можешь есть все, что хочешь. А потом уже переходишь на правильное питание. Для начала отвариваем рис в подсоленной воде минут 10-15. А пока он варится, займемся овощами и нарежем индейку небольшими кубиками. Когда я приехала в Карачаево-Черкесию, когда это у нас было, конец марта, поначалу я, конечно, набрала здесь достаточно много килограмм, почти 20, скажем так. И для меня, конечно, это очень тяжело. Скажите, Коля, а как вы вообще оказались в Москве? Я очень рано закончила школу, 15 лет. И меня без экзамена взяли в Российский университет дружбы народов. Ух ты! И вы поступили на какой факультет? На экономику. Экономику, экономический, да? Да, экономический факультет, бакалавриат была экономика, и плюс магистратура была мировая экономика. Мировая экономика. Но все-таки мы вас знаем как хорошего фотографа. А как это вы из экономиста стали вдруг фотографами? Окончив университет, я пошла работать в Министерстве финансов Российской Федерации, которая находится на Ильинке. Проработала там несколько лет, и это было очень скучно. Очень скучно в Министерстве финансов? Это было нереально скучно. Фильм «День сурка» – это вот один в один. То бишь ни один день не отличался друг от друга. Все было... Утром ты приходишь на работу, садишься за отчеты, и в какой-то момент я поняла, что какая-то у меня бесполезная работа для меня. Но с детства я всегда фотографировала. У меня был полароид, самый первый, мне кажется, был полароид. Потом мне подарили пленочную камеру, и с этого все пошло. Я все время фотографировала в путешествиях, в поездках, просто друзей фотографировала. В какой-то момент я просто ушла с работы и уехала в Англию. Про Англию мы обязательно поговорим, но чуть попозже. Пора заняться индейкой. Отправляем ее на хорошо разогретую сковороду и обжариваем на сильном огне до румяной корочки. Затем уменьшаем газ и заправляем специями. Всегда я использую орегано и базилик сушеные. Есть свежие, но сейчас у нас зима, свежего нет, поэтому вот так. Смешиваем специи, соль и отправляем их к индейке. Какой аромат! Пара минут, и все готово. Рис наш тоже сварился. Открываем крышку, чтобы он остыл. А мы пока займемся овощами. Вы поступили в Лондонскую академию искусств. Да. Без специального образования, не имея никакого образования. Как вас туда приняли? В России был очень большой конкурс, 22 человека на место. Мы проходили, пришли на конкурс все со своими работами. В принципе, знаете, так интересно, что у нас практически все были очень подготовлены. У всех была хорошая техника, у всех уже были большие наработки, фотографии. Вот. Было очень сложно поступить в этом плане. И вас все-таки приняли. Да. И вы поехали в Лондон учиться. Английский хоть знали? У меня был разговор на английский, потому что в школе я учила немецкий. Ага. В Мальту? Нет. После школы. Уезжала на Мальту. Чуть меньше года жила на Мальте, учила английский. А что вы там делали? Учила английский. Как интересно. А кажется, можно уехать на Мальту учить английский, да, в школу? Да. В английскую. Поступила в английскую школу. Ну, как поступила? Когда языковая школа. И нам сказали, писать, читать вас никто не будет учить, вас будут учить разговаривать. Хорошо. Ну, давайте вернемся в Лондон все-таки. Как вам там жилось? Кто такие англичане? Чем они вам понравились? А есть ли у нас что-то общее? Или вы их с трудом терпели? Первое самое такое открытие для меня было, что Лондон не такой, какой я его представляла. Туманный альберт. Вот у меня Лондон был, это Шерлок Холмс, это туман, это дождь, это все мрачно-серое. Когда я туда приехала, это оказалось вообще все совершенно другое. Какой? Это был яркий город. Яркий город? Очень яркий город, очень солнечный. За несколько лет, что я там жила, дождь был несколько раз, мне кажется, и только когда мама приезжала в гости. Обычно друзья звонили, говорили, что мама приехала. Я говорю, да, откуда, знать-нибудь, дождь идет. Оля, а как вам училась в самой академии? Вот как вы, не зная так вот хорошо английский язык, как вы учились вообще? Первый год я училась, ну как, у меня был разговор на английский, но все, чтобы писать, читать, было сложновато. И в конце года я сдавала дипломную работу на русском языке. На русском языке. Да, но я ее честно прочитала им на английском, потому что написать на английском было и очень сложно для меня в тот момент. Обучение там отличается от нашего, потому что там больше практики. Теории очень мало. А практика это, чтобы выходили и фотографировали? Ну вот, допустим, были такие задания, как ты приходишь обычно на урок, и тебе говорят, что у вас есть 45 минут, чтобы снять фэшн-фотографию, и та фотография, которая понравится, ее опубликуют в журнале. Как он? Ну, там любой журнал там мог обратиться. Суть в том, что ты мог быть без фотоаппарата в этот момент, ты мог быть просто с телефоном. И ты должен выкрутиться из этой ситуации, ты должен побежать там, либо снять это на телефон, а тогда еще не было таких айфонов, как сейчас, да, там с суперкамерами. Можно было там пойти попросить у кого-то этот фотоаппарат. И это было тоже не самое сложное. Сложно было преодолеть себя, подойти к человеку на улице, модно одетому, незнакомому, и попросить его сфотографироваться. Вот, особенно, когда у тебя плохой английский язык еще. Вот, практика была в этом. Оля, ну а кухня вот в Англии, как вы питались? Вот вы ели национальные английские блюда, их еду? Понравилась она вам или нет? Так как национальной кухни, мне кажется, в Англии не существует. Не существует, да? Вот, я очень люблю индийскую кухню, потому что там очень много индусов, поэтому было очень много индийской кухни. Люблю китайскую. Вот, в принципе, там даже русская кухня есть. Да, русские рестораны, да? Да, с очень интересным названием, борщ и слезы. Иностранцы, конечно, не понимали наш ресторан, потому что в Англии очень большие порции. Ну, там вот, как, допустим, это порция салата, это может быть порция на одного человека. На одного? Да. А это разве можно съесть? Ну, в тот же случай, ко мне приехала в гости мама, и мы зашли в кафе рядом с домом, и она начинает заказывать мне салат, суп и коры ягненка. Или там, ну, помню, что-то помню, что-то с ягненком было. Я ей говорю, мам, возьми что-нибудь одно. Она на меня так посмотрела, она прям возмутилась, обиделась. Она говорит, я сама заплачу, ты что? Тебе жалко? Я говорю, нет, мне жалко, просто я знаю, сколько принесут. И когда принесли вот такую бадью салата, мама сначала так засомневалась, потом принесли кастрюлю супа. И когда принесли ей ножку ягненка... Ножку? Целку. Да, она была так подвешена, помню. Она такая, что это? Я говорю, мам, я тебе сказала, одно что-то возьми. Тут порции как бы очень большие. И поэтому иностранцы не понимали наш ресторан, где были огромные тарелки, но посередине была маленькая порция чего-нибудь. Они, ну как, для нас, может, это и нормальная порция, да, человеческая порция, а для них это было что-то, они не понимали вообще... Некроскопическое. Да, надо, чтобы много же было, а там вот столичка. И они вот это вот в такие огромные порции, они это все ели? Да. И еще там очень интересная политика в ресторанах, что если ты не доел, они тебе это могут с собой завернуть. И даже если ты говоришь, нет, тебе на край стола выложат эти контейнеры. Тоже своеобразная такая непонятность для меня. Салат практически готов. Осталось добавить индейку. Выкладываем ее вместе с соком, в котором она жарилась. Это и будет нашей заправкой. По желанию в салат можно добавить немножко сметаны, натуральный йогурт или майонез. Я обычно делаю такой салат себе на день. И целый день прекрасно себя чувствую. Захотел поесть, поел, и он низкокалорийный. Оля, сколько вы в Лондоне прожили? Около восьми лет. Около восьми лет. Долго. Задумав, не скучали? Конечно, скучала. У меня здесь мама. Я старалась по возможности почаще приезжать к ней. Понятно. Я бы тоже скучала. Мне кажется, я бы с тоски просто обмирала. Ну что, наш салат готов, будем пробовать? Да, давайте. Выглядит очень аппетитно. По-моему, будет вкусно. Еще не знаю. В меру соленый, пикантный. Я думаю, моим домашним понравится. Обязательно приготовлю. В общем, Оля, я вам хочу сказать, это не салат. Это просто песня. Это пальчики оближешь. Ну что ж, друзья, салат этот на самом деле очень просто готовится. Зато он вкусный, полезный и, самое главное, малокалорийный. Поел его спокойно вечером и спать. А, кстати, вы знаете, что большинство россиян, более 50% испытывают проблемы со сном. Почему так происходит и почему так важно высыпаться, мы поговорим с нашим гостем, который с удовольствием представляю. Это наш гость, врач-сомнолог Карпмазов Заур Бородинович. Заур Бородинович, скажите, пожалуйста, правильно ли считают врачи, говорят, утверждают, что сон необходим для того, чтобы человек был здоров, сохранял молодость? И почему наши россияне испытывают проблемы со сном? Так, конечно, сон, наверное, наряду с питанием, с едой, так скажем, и с водой, это то, необходимое человеку, чтобы существовать. Если лишить человека сна, как и еды, как и воды, то в какой-то определенный момент наступает смерть, не только человека, а любого организма. Поэтому это очень важно, да, как вы сами заметили. Проблема в России, ну, знаете, наверное, мы должны сказать, что это проблема мировая. Это Россия, как просто одна из стран, которая участвует в этой статистике, она имеет те же приблизительно цифры, как и по всему миру. С чем связано? Ну, наверное, связано с тем, что, во-первых, стрессовые ситуации чаще всего, ковид, да, вот эпидемия ковида, которая пронеслась, и сейчас мы слышим ее отголоски, там, последние 2-3 года, очень сильно тоже сказались на качестве сна. Есть много заболеваний, более 50 заболеваний, которые изучают сомнологии, которые связаны с нарушением сна. Но надо дать должное медицине, медицина развивается, в том числе и сомнология, настолько, что мы думаем, что через какое-то время мы можем, сможем помочь, ну, если не абсолютно всем, но большему количеству тех людей, которые страдают. Хорошо. Вот, допустим, у меня проблемы со сном. Вы сказали, что причины там могут быть и заболевания, стрессовые ситуации. А можно ли помочь человеку вот в нашей с вами беседе? Мы можем дать какие-то советы? Что делать, если я, например, не могу заснуть? Нет, совет, конечно, мы можем всегда дать. Значит, если человек испытывает проблемы, так называемые, с инициацией сна, он не может уснуть. Нам нужно сделать максимально, создать для этого условия. Спальня – это вот должен быть храм вашего сна, то есть кровать тем более. У нас люди часто начинают путать кровать со столовой. Там взяли с собой тарелочку еды или там, я не знаю, там чипсы какие-нибудь. Телевизор включили, легли на кровать, смотрят. Раз посмотрели, два, десять раз посмотрели. Потом книжку решили почитать. Путают, допустим, с библиотекой. Легли на кровать, читают книгу. Занимаются всеми ненужными делами, кроме как нормально вовремя лечь спать. То есть человек должен изначально, у него мозг должен всегда ассоциировать. Сон – это кровать, кровать – это сон. Чем больше проблем, чем больше нарушений в этой связи, тем больше шансов у вас получить бессонницу. Две основные функции сна. Зачем он нам нужен? Первая функция. Когда наш мозг заканчивает заниматься окружающей средой, с которой мы сталкиваемся в течение дня, он переключается во время сна на внутренние органы. То есть он готовит наши внутренние органы к следующему дню. То есть, знаете, такое ТО ежедневное, еженошное. Значит, каждую ночь он подготовил, посмотрел. Значит, эта система органов, как работает, и эта система. Если здесь что-то нужно, там добавил, тут настроил, там гормоны прибавил, тут уменьшил. Вот настроечка идет, и наш организм готов к следующему дню. Это наша внутренняя система. То есть мозг не спит, не отдыхает. Мы думаем, что когда мы спим, наш мозг… Нет, мозг просто, он как вахтовым методом. То есть он на двух работах. У него, допустим, первая работа была днем, а вторая работа – это ночь. И вторая функция основная, когда мозг занимается, так назовем, компьютерщики, айтишники, наверное, знают специалисты, так, дефрагментации. Он обрабатывает всю информацию, которую мы получили в течение дня, раскладывает ее по полочкам, чтобы у нас вот это все в нашей голове устаканилось, скажем, в нашей такой долгой памяти. Что нужно – оставляет, что не нужно – выкидывает. За счет как раз вот этих перестановочек формируются наши сны определенные. Поэтому это тоже очень важная функция. То есть чтобы и все органы внутренние, в том числе и мозг, был готов к следующему дню. Соответственно, если мы испытываем проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, мы переели, то есть это большая нагрузка на организм в течение ночи. То есть там, где организм мог бы давно уже переключиться на печень, на селезенку, на легочную систему, на другие органы, на кроветворение, он должен больше уделить время выделению ферментов, чтобы все у нас там благополучно, так скажем, расщепилось и ушло. Соответственно, он забирает время у других органов. Мы от этого не спим дольше, потому что у нас будильник разбудит, мы уйдем на работу и, соответственно, нарушаются, так скажем, микроциклы внутри. В какой-то момент, если ввести такую нехорошую привычку наедаться перед сном, то в какой-то момент это может сказаться абсолютно на другой системе, не обязательно на ЖКТ. То есть начинает человек испытывать проблемы с давлением, гипертония, сердечно-сосудистая система. То есть аукнется в другом месте, куда мозг не уделил достаточно внимания, потому что было вниманию все уделено ЖКТ. Физическая нагрузка, спорт. Очень хорошая, снотворная. То есть я рекомендую людям, если кто испытывает проблему со сном, можно там те же 10 тысяч шагов, которые сейчас популярны. Можно походить, погулять. Спортзал, пробежечка, плавание. То есть любая активность, в зависимости от возраста и от физических возможностей, тоже хорошая, снотворная. Как я уже указал, есть более 50 заболеваний, которые есть в международной классификации болезней, которые связаны именно с нарушением сна. Очень часто, ну на первом месте, наверное, это все-таки бессонница, и они делят вот это первенство так называемым апноэсно, когда идут нарушения дыхания во сне. Предвестниками этого является храп. Вот. Ну, если не называется, это ранхопатия. Ну, как правило, храп, если он не сопровождается остановкой дыхания, это, как я иногда говорю, это проблема супруга-супруги или соседа по спальне. Вот, а храп, который сопровождается остановкой дыхания, вот этот храп, он, это не весело. Потому что многие, знаете, вот, казалось, что вот, как аттракцион, там, кто-то храпит, вдруг раз, остановилось дыхание, и дальше пошло. Это абсолютно не весело. В Америке, я боюсь соврать, в Соединенных Штатах Америки, где очень сильно развита сомнология, буквально лет пять назад, это была такой проблемой номер один смертности населения, да, внезапной смерти во сне. Поэтому, если человек вот сталкивается с такой проблемой, то это вот прямо, знаете, это такой колокол, который бьет над ним, что нужно бежать к врачу. Буквально недавно всех лечили седативными препаратами, там, транквилизаторами и более сложными там препаратами. Сейчас уже выбор идет, так скажем, когнитивно-поведенческую терапию, даже больше связано с психологией, что мы можем человека научить спать, научить засыпать, и можем научить его решать свою проблему самому. То есть это все делается, и не надо никаких препаратов. Ой, спасибо вам большое. Все, не за что. Я думаю, зрители наши услышали и поняли, что соблюдаем нехитрые правила, если есть проблемы, идем к врачу. Абсолютно верно. Спасибо вам за очень полезную и нужную информацию, всего доброго. Как-нибудь пригласим вас еще к нам в гости. Спасибо. Продолжим тему, хорошо? Заур Бородинович, спасибо вам за такую интересную и полезную информацию. Думаю, наши зрители выслушали нашу программу и сделали для себя правильные выводы. Спасибо вам. Ну, а вам, дорогие зрители, я желаю хороших выходных. Ешьте полезную пищу, не ешьте ее на ночь, проветривайте комнату и не смотрите телевизор перед сном. Всего доброго. Увидимся совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»